Быть прекрасной, здоровой и жизнерадостной. Что приготовить, как двигаться и о чём задуматься. Живи счастливо! Be Happy! С Дамирой Габдулиной на телеканале Казахстанская Медиа Академия. Здравствуйте! С вами Дамира Габдулина и передача Be Happy на телеканале КМА. В сегодняшнем выпуске я вам покажу шикарную женскую медитацию. Рецепт напитка с куркумой. И мы поговорим о том, как быть хорошей для себя. А сейчас я вам расскажу про медитации. Это моя любимая часть йоги. Очень долгое время, много лет я не понимала, что такое медитации. Я не практиковала их, потому что мне было непонятно, для чего это делать, как это отключить свои мысли, как это работает. Но сейчас, спустя 10 лет своих практик, я понимаю, как это работает. И я хотела бы поделиться с вами и объяснить простыми словами, что значит медитация. В первую очередь не нужно пытаться отключить мысли. Мы не можем их отключить. Это невозможно, особенно для женщин. Отключить свои мысли, лежать и ни о чем не думать, это невозможно. Вы просто закрываете глаза, стараетесь максимально расслабиться. И даже для этого не обязательно вам где-то лежать, или какая-то должна быть специальная обстановка. В принципе, даже сейчас, если вы сидите на рабочем месте, или там вдруг на кухне, или с детьми, или в спальне, или перед телевизором, вы можете просто успокоиться. Самое главное сидеть, удобно желательно, чтобы вам было, и начать медитировать. Что такое медитация? Это отпустить себя, отпустить свое тело, отпустить свои мысли. И ни в коем случае не удерживать их. Они просто проходят мимо. Вы их слышите, они есть, их не может не быть. Но они просто проходят мимо. Даже если у вас получится в спокойном состоянии, с спокойным дыханием полежать так, или посидеть одну минутку или две, это уже будет считаться медитацией. А сейчас я вам расскажу, как лучше сделать касательно занятий йоги. Если вы буквально минутку послушаете себя, и посмотрите внутрь себя до тренировки, свои ощущения. Самое главное отловить свои ощущения, что вы чувствуете внутри, какие ваши мышцы, какое ваше душевное состояние сегодня. И после практики, это моя тоже любимая часть, после практики, когда вы также буквально минутку или две опустите свой взгляд внутрь себя, и вы увидите, как изменились ваши ощущения, эмоциональные, психологические, физиологические, как поменялось ваше тело. И это всегда стимулирует меня на продолжение заниматься йогой. А сейчас я хочу вам показать очень короткую, очень глубокую и эффективную медитацию. Она недолгая, она очень глубокая и эффективная. И на сегодняшний момент очень модно спрашивать, любовь к себе, да, или что это такое, как к себе прийти. Эта медитация поможет вам буквально за минуту услышать свой внутренний голос. Мы успокаиваемся, начинаем ровно дышать, закрываем глаза. Просто дышим. Постарайтесь опустить взгляд внутрь себя. Посмотрите, что у вас внутри. Какая вы. Что вы чувствуете. И вы видите маленького ребенка. И это та самая маленькая девочка. Та девочка, которой вы родились. Посмотрите, какая она. Веселая. Или, может быть, грустит. Что она хочет вам рассказать? О чем она хочет вас попросить? Подойдите к ней. Возьмите ее на руки. Обнимите ее. И скажите, что теперь навсегда вы будете вместе. Вы будете слушать ее, заботиться о ней, удовлетворять все ее желания. и ваша девочка становится веселой, активной, позитивной, здоровой, красивой. Запомните это ощущение. Вспоминайте его всегда, когда вам будет сложно. Пусть оно дает вам силы. напитаетесь этим ощущением внутри. Дышим. Посмотрите, какие изменения произошли в вашем теле и в вашем настроении. Дышим. И постепенно, кто когда готов, открываем глаза. Вы можете возвращаться к этой медитации каждый раз, когда вы будете чувствовать грусть. Или каждый раз, когда вам понадобится энергия. Или каждый раз, когда вы захотите, чтобы очень сильно что-то сбылось. И каждый раз, когда вы захотите послать любовь к себе. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом кокосового латте. Я его очень люблю, особенно его прекрасно пить по утрам или вечером после работы, когда вы хотите расслабиться или если вдруг вы, не дай бог, приболели, порастыли немного. Такой напиток вам поможет поднять иммунитет и настроение. Какие мы имеем ингредиенты? Нам нужно кокосовое молоко, куркума, так как это природный антибиотик, и я еще добавляю черный перец. Можно добавить мед по желанию, если кто-то хочет. Добавляем где-то 200 мл кокосового молока. Его нужно подогреть, что все-таки это у нас латте. Мы его согреваем. Я поставлю где-то пока на 95 градусов, чтобы она разогрелась хотя бы до 60. Узнала я о куркуме впервые в Индии во время своего путешествия. Эта страна, конечно, поражает. Она является таким зеркалом, и я не могла этого понять, пока не посетила эту страну. Она отражает человеку то, что внутри. Но, на мой взгляд, самое большое достояние Индии это именно люди. Люди делают эту страну. Насколько они добры, открыты, вне зависимости от их социального положения. И там, мне, кстати, научили этому рецепту, и самое лучшее качество куркуму я привезла именно из Индии. И до сих пор, даже если я не еду туда сама, я заказываю друзьям или коллегам, кому-то, чтобы мне привезли куркуму именно из Индии. Потому что я пробовала ее в разных остальных странах, но именно индийская понравилась больше всего. Мы, конечно, с моим турагентством Интертура Сана можем организовать вам прекрасное путешествие по Индии. Так, наше молоко подогрелось. Добавляем туда куркуму, где-то, наверное, чайную ложечку. Куркума является у нас природным антибиотиком, и поэтому, особенно, если вы приболели или вдруг у вас ангина, то прекрасно поможет вам встать на ноги. Добавляем чуть-чуть черного перца. Мне нравится вкус. Можно добавить мед, повторюсь. Кому-то больше нравится с медом. И взбиваем все это дело. латок. Так. Ну вот. Наши латок готовы. Такой аромат. можно добавить, кстати, свежий имбирь. Это на случай простуды. Если у вас получится завести такую полезную привычку, как внедрить куркуму в свой ежедневный рацион, то это принесет вам большое количество пользы. В первую очередь, что самого главного? Какая самая главная польза в куркуме? Она блокирует раковые клетки. Куркума не дает развиваться вирусам и бактериям. Если вы ежедневно хотя бы вот так, половина чайной ложки, вы можете добавлять в чай с облепихой, можно добавлять делать такие кокосовые латы с куркумой, можно добавлять в омлеты, можно добавлять в супы, везде, где только вам нравится. И такая профилактическая доза куркумы обеспечит вам здоровье. Надеюсь, мой рецепт был вам полезен. Желаю вам здоровья и счастья! Как быть хорошей для себя и что это значит? У нас сегодня была шикарная медитация. Это как раз таки медитация упражнения к нашей сегодняшней теме по психологии «Как быть хорошей для себя». Вы всегда сможете выполнять это упражнение и спрашивать себя внутри, как вы себя сейчас чувствуете. Что значит быть хорошей для себя? Это всегда во всех ситуациях с кем бы она ни была выбирать себя то, как для вас комфортно слушать своего внутреннего ребенка. Например, если привести такой простой пример, что вы собираетесь условно с подругами куда-то вечером выйти. Вы не хотите на самом деле, вам нужно отдохнуть, вы хотите принять ванну, может быть, спокойно посидеть дома, но подруги вас зовут, начинают как-то, может быть, манипулировать, в чем-то обвинять, что мы тебя всегда поддерживаем, а ты не идешь. Конечно, в жизни бывают разные ситуации. Бывают ситуации, когда действительно нужно пойти, но это очень редко происходит. Поэтому, если вы хотите, всегда послушайте себя внутри, внутреннего своего ребенка. Как ты хочешь, что ты хочешь, может быть, ты хочешь просто отдохнуть, или она хочет пойти повеселиться, потому что считается в психологии, что именно вот эта часть нашей психики внутреннего ребенка отвечает за эмоции, отвечает за радость, за веселье, за танцы, за вкусности, за все это отвечает наша детская часть. И по поводу, которой была у нас сегодня бедитация, спросите ее внутри, как бы ей хотелось. И вы услышите ответ. Если вдруг вы хотите действительно отдохнуть, то выбирайте, пожалуйста, себя. Выбирайте себя. Вы можете объяснить от себя, что для вас сегодня важно отдохнуть дома, что вы не против кого-то, потому что принято считать в нашем обществе, что если вы сказали нет, или вы не пошли с основным количеством людей, с вашими друзьями или группой, как будто бы вы против них. Но на самом деле это не так. И даже у нас внутри такой возникает конфликт, если я не пойду, как будто бы я против. Если я выберу себя, тогда я против остальных. И это самая большая ошибка. Нужно для себя четко осознать, что даже если вы не пойдете со своими друзьями или сотрудниками, это не значит, что вы против них, это не значит, что вы плохая. Это значит, что вы за себя, вы послушали себя, свое ощущение, свое самоощущение, то самое ваше искреннее желание. Вы послушали свой организм, свою психику, что вам действительно сейчас нужно, и вы согласились с ней. Таким образом вы помогаете себе, таким образом вы становитесь хорошей для себя. Очень важно для себя быть хорошей матерью, потому что у нас тоже есть и взрослая часть, и родительская часть. Она есть и критикующая, она есть и заботливая. Вот нужно быть хорошим родителем для себя, хорошей мамой для себя, хорошим ребенком для себя, хорошим взрослым для себя, заботливым. Это и есть, когда мы выбираем быть хорошей для себя. Следующий, можно привести пример. Например, это касается питания. Когда вы выбираете питание, вы тоже спрашиваете себя, что я сейчас хочу, что мне даст эта еда. Она приносит мне здоровье или красоту. Или я хочу ей навредить. И в принципе, когда вы выбираете стакан колы или стакан воды, вы тоже можете себя спросить. И когда вы выбираете стакан воды, вы тоже хорошая для себя. Это ключевой момент внутренней гармонии, к которой все стремятся. Это ключевой момент самоощущения и вот этого счастья ежедневного. Когда вы не идете против себя, своей психики, против своих желаний. Когда вы соблюдаете и знаете, где начинаются ваши личные границы, о которых тоже сейчас модно говорить. И когда не позволяете кому-то их нарушать. И что значит вот эти личные границы? Это та территория, за которой никто без разрешения не может зайти. Да, я говорю об условном разрешении. Вы должны понимать, как с вами можно, а как с вами нельзя. Как допустимо, а как нет. И если вдруг человек, не знаю, какими-то грязными сапогами решил зайти на вашу территорию, вы четко ограничиваете границы и говорите, нет, со мной так громко разговаривать нельзя. Есть такая прекрасная фраза. Выбери себя и все наладится. И это действительно правда. За подробной информацией подписывайтесь на мою страничку Instagram Damira Be Happy. Там много информации о психологии, о здоровом питании, о йоге. Буду рада каждому из вас. Это была передача Be Happy на телеканале КМА. И с вами была я, Дамира Габдулина. Быть прекрасной, здоровой и жизнерадостной. Что приготовить, как двигаться и о чем задуматься. Живи счастливо. Be Happy с Дамирой Габдулиной на телеканале Казахстанская Медиа Академия.